Стоял каменный театр постройки конца XIX века. Этот каменный театр уже не вмещал то количество зрителей, которые уже были готовы в Саратове для понимания высокого уровня оперы, балета. Было принято решение увеличить объем театра, создать новый, не закрывая старого, то есть чтобы область не осталась без ведущего театра на тот момент в Саратовской области. Поэтому проектировщики и строители выполнили уникальную работу, будем так говорить, обстраивая действующее здание театра. Когда начались обследования, начали с планов театра и коллеги. Начинали мы тоже с объемного лазерного сканирования. Из Москвы ребята, наши коллеги нас очень выручили. Применяли новое и понимали то, что нельзя упустить ни одного миллиметра того, что есть. Делали очень серьезное технологическое исследование по позолоте. Установили то, что та позолота, которая в зале находится, она сделана идеально. То есть соблюдены абсолютно все параметры нанесения вот этого слоя золочения. Поэтому она держится и скорее всего здесь ее в какой-то части может быть чуть-чуть восстановить, а так отмывать будем специальными составами. Спрашивают, почему научно-проектная работа. А потому что нам пришлось изучить в том числе и работали с гидрогеологами. Люди рассказали следующее. В конце 60-х годов было принято решение забить Глебчев-Аврег многовековой естественный дренаж города Саратова глиной. И поэтому та вода, те подземные реки, которые уходили спокойно по дренажу в Волгу, они стали оставаться на поверхности. Я начал с того, что геология 59-го года говорила о том, что вода на 9 метрах. А сегодня последние наши исследования говорят о том, что это в районе 4-4,5 сезонных колебаний. Поэтому часть фундаментов оказалась чуть-чуть подтопленной. Более того, мы нашли людей, которые участвовали в строительстве театра и вспоминали нюансы недоработок. И оказалось, та часть, где находятся буфеты сегодня, в голубой гостиной, там внутри здания проходили, там стояли буфеты и была канализация с обоих сторон и слева, и справа от колонн, если мы смотрим. И трубы были не сварены, как положено. То есть уголки были прорезаны, но не проварены. Поэтому, на наш взгляд, когда несколько десятилетий вода льется, поэтому и произошел вот этот серьезный отрыв. Простукивали, есть у нас приборы неразрушающего метода контроля, простукивали кирпич, который остался от старого театра. Да, от каменного театра. Когда докопались, поняли, что в принципе кирпич из фундаментов, который он в нормальном состоянии, он гораздо лучше того, который в 60-е годы был здесь смонтирован. Самое важное было понять, не распылиться на принятие решений. Мы очень благодарны нашим коллегам, которые провели полностью обследование вентиляции, дымоудаления. Было подозрение, что из пожарных резервуаров вода уходит в подвалы. На самом деле оказалось чуть-чуть не так. Коптер нам помогал, когда мы обследовали кровлю театру. Когда изучили существующее оборудование, приняли решение о полной замене всего. То есть проводов, кабелей. В основном практически 100% будут меняться системы вентиляции, дымоудаления, отопления, водоснабжения. Потому что театр, он развивается, развивается, и появляется цеха дополнительная. Там, где делаются декорации, там, где стирается. Все это оказывается очень нужно в повседневной жизни театральной. Поработали тоже с репетиционными залами. Тоже, как бы, здесь момент такой непростой. Выяснили сложность и того, что каждая сцена должна иметь определенный уклон, чтобы можно было, не нанося травм для своих ног, танцевать то необходимое партие, которое у них заложено в программе. Написали письмо, встретились с замдиректора, замгенерального директора Большого театра России и нашим земляком с Барсуковым Анатольевичем. Написали письмо. И на сегодняшний день готовы к тому, что при необходимости оборудование будет меняться и сразу согласовываться с техническим оснащением Большого театра. То есть, любая труппа должна иметь возможность выступить на нашей сцене. Для этого я очень быстро съездил в город Бурно. Там есть аналогичный театр, постройки примерно этого же года, но у них плюс в чем? Они не были ограничены старым театром и какой-то историчностью. Они выстроили новый театр. Я посмотрел, как там это все движется, как это все работает. И теперь мы знаем точно, что у нас будет очень высокий уровень технического оснащения этого театра. Очень высокий. Сейчас предусматривается оборудование, которое будет иметь связь и с сети. И это уже пожелание театра. Они смогут транслировать и в прямом, и на разных интернет-каналах. Особенно трепетное отношение будет и к звуку. Очень хороший звук мы планируем. Очень хороший звук в этом театре будет. И свету, соответственно. Как вызывало, так и вызывает опасение та часть, в которой находится колоннада и голубая гостина. Ходная группа, так называемая. Да. Но там ведется практически ежедневный мониторинг. Мы установили маяки там стандартные. Более того, мы установили просадочные марки. Если маяки, они дают раскрытие трещин, то марки показывают по вертикали и по горизонтали отклонения. То есть, вот это мы, вернее, театр мониторит. Когда холод, тепло, вот это вот происходит небольшие, но вполне допустимые колебания на сегодняшний день. В этом здании много историй осталось еще. Исторические стены остались. Поэтому, в общем-то, он объект культурного наследия, то, что у него потом было выполнено все. Но сложно именно сохранить это в данный момент. Из-за того, что в разное время постройки были выполнены частичные. Даже ни одного отклонения в размерах не должно быть. Является предметом охраны объемно-пространственная структура. Все. Мы не имеем права ничего сделать. Поэтому, вон, девчонки умело прятали даже кондиционеры, то, чтобы их не было видно. Весь декор лепной, снаружи весь лепной декор, то, что есть, мы видим на фасаде колоннад. Все будет восстановлено в точном соответствии. То есть, частично при производстве работ, какие-то элементы будут сниматься для того, чтобы, если удастся их сохранить, мы их восстановим и поставим обратно. Сложность будет по голубой гостиной. То, что там остались росписи на куполе голубой гостиной. Для того, чтобы их воссоздать, нужно будет снимать кальки, прорезь, так называемые, делать с этих росписей, чтобы можно было потом полностью восстановить. В зале принципиальных изменений не будет. Принципиально он останется так, как есть. Он не разбирается. Там демонтажа никакого нет. Цветовое решение сохраняется. Это будет красный бархат. Добавляются светильники, бра на балконах. Люстра сама остается. Меняется, естественно, занавес. Антрактно-раздвижной занавес. И меняется занавес с украшающей ложи. Увеличивается оркестровая яма для оркестра. Делается по заданию, по согласованию с театром. Оркестровая яма увеличивается. И у нее появляются дополнительные функции. Она будет подъемной. То есть у нее появляется подъемный механизм, чего сейчас нет. Меняются интерьеры вестибюля. Предлагается поменять его на другие цвета. Более приятные, более теплые. Ну и в зале еще, соответственно, меняется паркет, меняется кресло. Кресло будет новое. Проектом производства работ определено 36 месяцев. Не произойдет ли еще через 10, 20, 30 лет похожая ситуация с этим станем? Мы знаем, что вода остановилась на определенном уровне. Мы везде, в любом случае заложили, это будут стоять датчики электронные, движения возможных и перемещения. И на наш взгляд, если муниципальные структуры проведут все необходимые работы по поводу утечек из коммуникации, ну а потом мы применяем технологии, которые уже заложены в химическое отталкивание воды. То есть мы считаем, что и вода, и она не повлияет уже на это в таком виде. То есть фактически театр будет спасен для будущих поколений? Однозначно, однозначно. У нас, как бы это иногда, когда разговариваю с людьми, как бы это нелепо не звучало, но у нас определенный срок гарантии, он больше 100 лет. Я думаю, что только, ну, саратовцы могли выполнить эту работу, честно. Это надо было вспоминать его в детстве, чтобы все эти ощущения передавались, и передалось главное, что это должно быть сохранено.